Volkswagen Jetta 24 года в самой популярной комплектации SE, подробный обзор прямо сейчас. Уж в чем в чем, а в цвете оружейного металла американцы точно разбираются. Ну что ж, теперь буду знать. И сюда американские кружки нифига не пролезут. Он как бы рычит нормально. Пока американские бренды активно отказываются от седанов, их место хорошо так занимают японские и корейские бренды. И вот вроде японцы и корейцы уже все заполонили, но есть еще на рынке один недорогой и классный компактный седан от европейского бренда, который мы сегодня и смотрим. Для меня бренд Volkswagen всегда был такой нестареющей классикой. Он вроде как бы неприметный, но при этом строгий, качественный и понятный. Такой беспроигрышный вариант для тех, кто хочет какую-то золотую середину. Так что сегодня давайте посмотрим, получилось ли достичь такого же с Jetta 24 года. Наш цвет называется Opal White и стоит дополнительных 395 долларов. И черные колеса тоже не являются стандартным, они стоят еще 395 долларов сверху. Один американский блогер называл цвет этих колес Gun Metal, то есть типа оружейный металл. Пусть в чем в чем, а в цвете оружейного металла американцы точно разбираются. Так вот вернемся про диски и цвет. За них владелец доплатил, то есть он как бы вообще не скупился, когда набирал опции. И это кстати интересно, потому что я машину взял просто в аренду на сайте Тура. И у хозяина этой Jetta есть еще 5 таких же, просто в других цветах. А под аренду люди обычно берут самые голые комплектации, особо не вкладываясь ни в какой комфорт. Но я думаю, что в данном случае владелец просто наверное у диле разобрал все Jetta, какие у него были. Ну и сбоку она выглядит прям как такой классический седан. То есть ты такой можешь зайти во французскую палату меры весов и в разделе седан увидишь эту Jetta. Такой вот знаете супер классический вид седана. Для справки длина у него 474 сантиметра, 198 сантиметров в ширину и 147 сантиметров в высоту. Я как-то делал обзор на Hyundai Lantra, прямого конкурента этой Jetta. И там они сбоку сделали такие хитро выдуманные линии, что как бы выделяют ее на фоне остальных седанов. Решение как бы спорное, но точно необычное. А здесь у нас прямо вот такая строгая железная классика. В семействе седанов Volkswagen вот эта Jetta, она стоит посередине между маленьким Golf и совсем большим Arteon. Но Arteon что-то такая редкая тачка, что я если честно даже никогда их на улицах в Штатах и не видел. Хотя на сайте она как бы продается. В конкурентах у Jetta, как я уже говорил, много японских и корейских брендов. Это Kia Forte, Mazda 3, Toyota Corolla. И есть еще тачки, на которые я уже снимал обзоры, так что посмотрите их тоже. Это обзор на Nissan Sentra, который я делал прошлым летом. Есть обзор на гибридную Hyundai Elantra. И вот совсем недавно я выпускал обзор на Honda Civic. Так что если вы что-то из этого не смотрели, обязательно посмотрите. Вот определенно есть у этой Jetta какой-то такой европейский вайп, типа знаете дух старого света. Смотришь и понимаешь, это такая классическая спокойная машина со своей историей. И даже как-то через ее дизайн что ли передается уверенность в ее надежности. Вот такие эмоции вызывают у меня дизайн этой тачки. У нее по капоту идут такие ярко выраженные полосы. И сбоку идет еще такая же полоса, что определенно добавляет ей еще классического стиля. Но повторюсь, дизайн такой простой и нейтральный. И наверное это хорошо, наверное к этому дизайнеры и стремились. Так-то модели Jetta уже более 40 лет. Их начали выпускать в 1979 году. И это уже седьмое поколение, которое было представлено в 2018 году. Jetta собирается на платформе MQB, на которой собирается еще куча других машин. Например тот же Golf или внезапно Volkswagen Atlas. В 2022 году седьмое поколение получило рестайлинг. И там еще заменили двигатель. Раньше был 1.4 TSI, тоже турбомотор. И сейчас стоит полтора литра турбомотор, который как раз у нас в этой машине и установлен. В 2024 году Volkswagen добавил еще больше фишек безопасности в базу, о которых мы еще поговорим попозже. Ну и еще сделали несколько минорных дополнений. И еще добавилась комплектация Jetta GLI 40th Anniversary Edition в честь 40-летия выпуска спортивной GLI серии. Сзади она выглядит тоже как бы просто и совершенно обычно. И даже знаете, особо как-то и зацепиться не за что. Но при этом дизайн вопросов никаких и не вызывает. Но при этом если бы мне сказали, что эта машина была сделана например в 2016 году, я бы ничуть не удивился. Но это совершенно не значит, что это плохо. А просто это вот такой классический дизайн, который не требует больших изменений во времени. Выглядит прямо очень достойно. Я кстати такой немножко слоупок. Я даже не знал, что Volkswagen сменили логотип. Они сделали его таким плоским и черно-белым. И оказывается его сменили аж в 2019 году, а я этого не знал. Ну что ж, теперь буду знать. Друзья, хочу попросить вас подписаться на этот канал. Дайте мне такую обратную связь, что вам нравится то, что я делаю. У меня здесь знаете, нет никаких спонсоров. Я это все делаю исключительно на собственном энтузиазме. Делаю это по выходным. Вот сегодня у меня выходной, сегодня суббота. И я снимаю для вас обзор. Я эти машины беру просто в аренду. То есть я плачу деньги за то, чтобы машину взять на сутки и покататься на ней. И сделать честный обзор. И я соответственно никаким дилерам ничего не должен. Не должен им рассказывать какие-то хорошие вещи про эту машину. Я вот взял ее и какая она есть, так я про нее и рассказывал. Поэтому я надеюсь и обзоры у меня получаются максимально честные. Поэтому давайте подписывайтесь на канал. Здесь я делаю обзоры на новые и просто интересные тачки в Штатах. И еще хожу на всякие тусовки, выставки, какие-то ивенты для автолюбителей. Хожу на автомобильные гонки. Все это записываю и выкладываю вот сюда на канал. Поэтому давайте подписываться и вместе будем изучать этот американский автомобильный мир. Багажник можно открыть из салона. Можно нажать кнопочку под логотипом Фольксвагена. Либо с помощью брелка. Есть тоже у нас специально такое дистанционное открывание. Очень удобно. Сперва багажник мне показался каким-то таким большим. Показал, что он больше, чем у конкурентов. Но я сравнил его с объемом багажников Hyundai Elantra и Honda Civic. И у них одинаковые багажники. Конкретно здесь у нас 399 литров объем багажника. Но, конечно же, можно заднее сидение сложить. И места у вас тогда будет еще больше. Есть еще такие удобные кнопочки. Они сейчас разблокировали это сидение. И когда вы будете засовывать какие-то длинные доски или лыжи, можно этими лыжами чуть-чуть подтолкнуть сидение. И оно сложится. То есть вам туда в салон ходить не нужно, чтобы эти сидения сложить. Под основным багажником у нас есть еще докатка. И это всегда круто. Мне нравится, когда делают запаски в машине. И еще мне нравится, как он весь такой обшит. Прямо очень все культурно выглядит. И очень классно. Очень по-фольксвагенски, если можно так сказать. Единственное, что мне не нравится, что здесь нет никаких крючков, чтобы можно было свои пакетики как-то прицепить, чтобы они по багажнику туда-сюда не болтались. Ну а в целом такой стандартный хороший багажник в сидении. Каким ты его и ожидаешь. Закрыть багажник можно с помощью аж двух ручек. И они вот здесь вот так вот адресованы. Что можно за ручку вот так вот потянуть и багажник закроется. Всего есть шесть комплектаций этой джеты. S, Sport, SE, SEL, Fotis Anniversary Edition и GLI Autobahn. Самая дешевая джета S стоит 23 тысячи долларов. И где-то посередине идет наша комплектация SE. Она стоит 26 тысяч долларов. И эта комплектация SE самая популярная. То есть ее больше всего людей и покупает. Есть еще комплектация подороже SEL. Она стоит 30 тысяч долларов. Ну и спортивное ответвление джеты это GLI. GLI Autobahn стоит 33 тысячи долларов. А GLI Fotis Anniversary Edition стоит 29 тысяч долларов. Под капотом здесь, как я уже говорил, стоит рядный полуторалитровый двигатель с турбонадувом. На 158 лошадиных сил и 250 ньютон метров крутящего момента. А в спортивной версии GLI стоит 2 литра турбо на 228 лошадиных сил и 350 ньютон метров крутящего момента. Что интересно, все версии всегда идут на переднем приводе. И полный привод ты не сможешь докупить даже в самых топовых моделях. Конкретно в нашей комплектации всегда идет 8-ступенчатый автомат Tectronic. А в комплектациях Sport и GLI ты можешь поставить 6-ступенчатую механику. Либо 7-ступенчатый DSG. Ну и расход у нас здесь очень хороший. 29 миль на галлон или 8 литров на 100 километров в городе. Либо 40 миль на галлон и 6 литров на 100 километров на трассе. В целом ожидаемый расход, но согласитесь, все равно очень-очень приятный. Пару недель назад я ходил на мега-бомбическое мероприятие. Это была тусовка любителей Volkswagen. И там было более 200 уникальных редких Volkswagen. Офигенные хозяева этих Volkswagen. Я с ребятами поговорил, у трех ребят взял интервью про их машины, про историю этих машин. И выпуск получился прямо офигенный. Поэтому, если вы поклонник марки Volkswagen, то обязательно посмотрите это видео. Ключик вот такой простой, приятный матовый. Его в руках удобно держать. Сзади логотипчик Volkswagen. У нас есть дистанционный запуск двигателя, чтобы можно было прогреть машину в холодную погоду. И еще есть бесключевой доступ и запуск двигателя по кнопочке. Кстати, вот этот запуск двигателя по кнопке, он начинается только с нашей комплектации SE. Мне было очень интересно посмотреть, как собрана эта машина. И собрана она, знаете, по современным понятиям просто великолепна. Вот здесь все резиночки, все на местах. Все здесь промазано прямо, знаете, как для себя мазал. Все вот так вот на месте. Ничего вот здесь вот не ходит ходуном. Вот эта вот дверь передняя тоже давайте посмотрим. Тоже все классно. Все уплотнители стоят на местах. Тоже вот здесь вот посмотрите, какой красивый идет шовчик. Прямо вот как будто реально для себя мазал. Очень круто все собрано. И если посмотреть зазорчики, тоже все как надо. Все четенько, ничего не выпирает. Все классно, ничего не ходит ходуном. Все реально стоит на своих местах И это так удивительно, потому что я вот вспоминаю Кадиллак Лирик, который я недавно обозревал И он был собран совершенно ужасно И стоил он 60 тысяч долларов А вот эта машина вроде бюджетная Собрана совершенно прекрасно И собирают их, к слову говоря, в Мексике В машине очень классно пахнет свежей тачкой У нее пробег всего лишь в 2000 миль Это 3200 километров И все еще, знаете, такое свеженькое, не затертое Руль еще прям такой вот свежий, немножко даже шершавый Ему еще предстоит только стать, знаете, жирным от рук Но сидеть пока что в такой чистой, свеженькой тачке Очень кайфово Сидишь тут просто нормально Ну типа машина и машина Вполне себе опрятный и аккуратный салон И знаете, у меня в 2018 году была Шкода Рапид И у меня было примерно такое же ощущение Хороший, спокойный салон Прям все на своих местах, сел и поехал Но, кстати, я здесь сделаю референс в сторону Ниссан Центра Которая у меня была на обзоре Там машина стоила дешевле Но салон был совершенно потрясающий Прямо лучший салон из всех бюджетных седанов Которые я видел В нашей комплектации СЕ идет классный кожаный салон А точнее кожзаменитель И он начинается именно с нашей комплектации До этого идет тряпичный салон Еще у нас есть электрорегулировка сидений И она начинается тоже только с нашей комплектации А в следующей комплектации СЕЛ Идет еще и память сидений Сидеть в сидениях очень прямо классно Они такие комфортные, с боковой поддержкой Они не супер мягкие, они не супер жесткие Они именно вот такие, какие и должны быть в обычном среднеразмерном седане Центральная панелька выглядит прямо очень олдскульно Кажется, что она и лет 5 назад так же выглядела Ну здесь у нас тач-экран Но особо как бы в нем делать нечего Потому что у вас в базе идет Apple CarPlay и Android Auto И вы скорее всего подключитесь по шнурку И будете пользоваться тем, что вам показывает телефон Экран этот 6,5 дюймов На версии постарше СЕЛ идет уже 8 дюймов И там еще идет навигация От экрана мультимедиа спускаемся вниз Идут такие дефлекторы прямо суперстандартные Здесь аварийка И внизу панелька вашего двухзонного климат-контроля Он начинается только от нашей комплектации СЕ И от нашей же комплектации начинается подогрев сидений Если взять комплектацию чуть постарше СЕЛ У вас будет еще вентиляция сидений и подогрев руля Но, кстати, в Nissan Centra даже в средней комплектации Подогрев руля уже шел Под климат-контролем идет панелька типа под твой телефон Это не беспроводная зарядка На комплектации повыше она есть Здесь у нас просто полочка прорезиненная Но есть две USB-C розеточки И еще есть розетка под прикуриватель Далее идет рычаг коробки передач Переключается он прямо суперстандартно Все понятно Конечно, когда задний ход включаешь Включается камера заднего вида Она у меня немножко здесь в каплях Поэтому не очень хорошо видно Но в целом такой экран маленький Что в него не особо много чего видишь Но в целом для того, чтобы сдавать назад Вполне себе хватает И рядом с коробкой передач еще так много пустых заглушек Выглядит немножко как-то бедновато И у нас здесь есть вот, например, один режим езды ЭКО И больше никаких режимов нет Есть либо ЭКО, либо не ЭКО Ну а слева у нас кнопочка запуска двигателя Электронный ручник И еще выключение режима старт-стоп Далее идут два подстаканника Они не очень большие При этом у них нет никаких там расширителей И если ты сюда будешь вставлять какой-то большой стакан с газировкой То он не влезет Здесь слева отсек под всякую мелочь Я сперва подумал, что это отсек под телефон Но вот, например, мой 12-й айфон сюда не пролазит Поэтому вы будете сюда закидывать какую-то мелочевку Но опять же, может и телефон вот так вот положить В целом он немножко вот так вот под наклоном будет лежать Ну не знаю, в общем, кому как удобнее будет Ну и финал этой центральной панельки Это подлокотник Он такой классный, в целом мягонький И внутри него есть отсек для хранения И там еще есть USB-C зарядка Она, видимо, сделана как раз для того, чтобы задним пассажирам вытягивать этот шнурок Потому что у них там никаких розеточек дополнительных нет На потолке увеличенный люк И видно, что он как бы немножко вылазит даже на второй ряд И Volkswagen его называют Panoramic Sunroof То есть это типа панорамный люк И стоит он 850 долларов сверху И мне кажется, это стоит того Потому что машина начинает сразу выглядеть намного солиднее и богаче И еще интересно, что он закрывается вот такой вот сеточкой Она как бы не глухая, а создает небольшую тень Что смысл такой, что ты типа летом открываешь этот люк Чтобы тебе ветерок поддувал Но чтобы тебе макушка твою не напекала прямыми солнечными лучами И ты вот этой сеточкой типа закрываешься Еще одна интересная деталь, которую я вообще никогда не видел Это цифровой компас, встроенный прямо в зеркало То есть эти компасы обычно делают куда-нибудь на панель водителя вперед А здесь он встроен прямо в зеркало У меня вообще в целом вопрос к тому Зачем нужны эти цифровые компасы в машине А здесь он прямо встроен аж в зеркало заднего вида Полностью цифровая панель водителя идет сразу в базе И это вообще офигенно Потому что, например, в средних версиях Hyundai Landry, Nissan Sentry и Honda Civic Нет такого полностью цифрового экрана сразу в базе И она вообще прикольно, выглядит очень клево И на вид она прям реально больше, чем твой центральный экран Потому что у тебя центральный экран 6,5 дюймов А здесь экран водителя 8 дюймов При этом, если ты возьмешь топовую версию вот этой джеты То у тебя экран водителя будет 10-25 дюймов То есть он станет еще больше И туда ты сможешь еще выводить карту И это прям вообще круто выглядит У экрана есть несколько режимов Вот этот такой, наверное, самый распространенный, самый удобный Слева показывается твоя передача А справа какие-то показатели твоей езды Средняя скорость, твой расход топлива и так далее При этом можно переключить Сделать вот такой режим, который сосредоточен вокруг твоей скорости А можно еще другой режим, который сосредоточен вокруг тахометра Ну а я вот езжу на таком режиме Мне кажется, он такой самый удобный Руль кожаный офигенный Внизу он такой скошенный Ну и как я говорил, он прям совсем новенький, поэтому его приятно держать Кстати, кожаный руль начинается тоже только от нашей комплектации Слева здесь у нас такие кнопочки, чтобы управлять твоим круиз-контролем Справа кнопочки, чтобы управлять менюшкой И внизу у нас переключение громкости, а здесь переключение треков В целом очень кайфово и удобно Здесь еще есть такая прорезь внизу, как я люблю, чтобы можно было вот так вот одной рукой рулить Давайте еще поговорим про безопасность, потому что для этой джеты это прямо очень важно Здесь удержание полосы идет в базе, адаптивный круиз-контроль идет в базе Я вот недавно делал обзор на Cadillac Lyric, это типа премиальный электрокроссовер за 60 тысяч долларов И там адаптивного круиз-контроля, блин, не было, вообще позорище А здесь на бюджетном седане он идет прямо в базе Предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением тоже идет в базе Здесь даже датчик дождя идет в базе, что тоже, мне кажется, такая пассивная безопасность И вот получается, единственная фича, которой здесь нет, это слепые зоны Очень, конечно, жаль, что их нет, но если вот так вот сравнить с другими среднеразмерными седанами Обзоры на которые я уже делал, то, например, у Nissan Sentry не было удержания в полосе У Hyundai Elantra круиз-контроль был не адаптивный А у Honda Civic было все то же самое и тоже не было слепых зон Так что, в целом, эти все бюджетные седаны беспокоятся о своей безопасности И круто, что они очень много вещей делают прямо сразу в базе Мне нравится, что в дверях сделан прям такой большой отсек для хранения Чтобы американцы могли сюда засовывать свои гигантские стаканы с кофе, гигантские стаканы с газировкой И, в общем, дверь, она прям такая максимально практичная Машина эта снаружи достаточно большая И мне казалось, что внутри, сзади тоже места будет много Но стоит признать, что места здесь как будто бы и не очень много, как это может показаться И у меня почему-то ощущение, что и в Civic, и в Sentry, и в Elantra места было чуть-чуть побольше Не сильно много, но там хотя бы кулак пролазил У меня вот это вот сидение настроено под меня с моим ростом 184 сантиметра У меня здесь вот, знаете, даже кулак не пролазит, как будто бы маловато места Люди еще жалуются, что сверху тоже не очень много места, но мне как будто бы нормально Даже при том, что я достаточно высокий человек Здесь у нас опять нет никаких ни дефлекторов, ни USB-шек Но дефлекторы-то бог с ними Почему опять, блин, нет USB-шек? Вот как заряжать свой телефон или свой там планшет, когда ты едешь сзади? Мне кажется, что нужно их по-любому делать, хотя бы один Вот, например, в Nissan Sentry была одна USB-зарядочка Так сделайте хотя бы одну Я не думаю, что это прямо от этого супер дороже машина станет Но здесь, к сожалению, этого нет По серединке у нас есть такой подлокотничек Он очень мягкий, классный Еще здесь есть подстаканники, как один блогер снисходительно назвал их Европейские подстаканники Это значит, что они маленькие И сюда американские кружки нифига не пролезут Ну и в сиденьях у нас здесь тоже только один кармашек Вот с этой стороны кармашка нет, а с другой стороны есть Вот тоже я думаю, ну блин, неужели пришить сюда второй кармашек Это было бы прямо супер дорого Да, ну дайте возможность там, я не знаю, за 50 долларов докупить сюда этот кармашек Я бы докупил его Рулится она, знаете, обычно, вот как все седаны То есть довольно-таки нормально, ожидаемо, предсказуемо Здесь двигатель, вот этот полуторалитровый, турбовый Понятно, что ты от него не ждешь каких-то там супер ускорений Он как бы рычит нормально Но ускоряется не очень нормально Но, блин, да, ты ведь этого и не ожидаешь от этой машины Что она будет какая-то супер спортивная Здесь даже, слово говоря, спортивного режима езды нет Есть только ECO, вот, поэтому сидишь себе нормально, рулится нормально Сидения удобные Звукоизоляция тоже как бы нормальная На среднем уровне вот таких вот бюджетных седанов Звук здесь супер обычный Здесь стандартная у нас аудиосистема Если ты возьмешь комплектацию SEL, то там типа будет покруче звук Здесь он прямо супер обычный Но при этом играет как бы нормально То есть, конечно же, не какой-то предел мечтаний Но да, это же ведь дешевая машина, поэтому чего бы вы хотели За эти деньги нормальный звук Зато, блин, у тебя в базе идет адаптивный круиз Удержание в полосе Включил это все Спокойно себе сидишь одной рукой вот так вот поруливаешь Руль очень легкий, очень приятный То есть, ехать на этой машине прямо удобно А ведь эта машина как бы для этого и нужна Это не для каких-то там понтов, да При этом, я думаю, если ты захочешь на ней в какое-нибудь путешествие отправиться То тоже тебе будет по кайфу Она нормально едет, нормально держит дорогу У нее офигенный расход топлива То есть, ты можешь там через все штаты Ну или там, я не знаю, через несколько стран Через несколько областей Проехать на этой машине вообще не парясь Сидение вполне себе комфортное То есть, я думаю, что на дальняк можно спокойно ехать Ну вот давайте для интереса нажму газ в пол Алло О, начало ускоряться Ну то есть Так-то в целом ускоряется То есть, нормально вообще У меня вообще никаких вопросов нет К тому, как эта машина едет К тому, как эта машина рулится Все здесь очень хорошо Для этого класса автомобилей Я давно хотел взять джету на обзор Просто, чтобы сравнить ее с корейцами и с японцами И знаете, эта джета меня совершенно не разочаровала Конечно же, мега респект за фичи безопасности Которые идут прямо в базе Это очень и очень круто И в моем рейтинге нужности фичей в автомобиле Фичи безопасности всегда идут на первом месте Ну и во-вторых, мне в целом понравился дизайн этой машины Такая простая, неприметная, но очень строгая тачка И я считаю, что эта джета Очень крутой и достойный представитель Среднеразмерных седанов Вы были на канале Мотороллер Пишите в комментариях, что вы думаете про эту джету Может быть она у вас была Или вы только хотите ее купить Подписывайтесь на этот канал Ставьте лайки И мы с вами увидимся в следующем выпуске Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok